Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 апреля. Очень давно я не читала комментарии ваши, не отвечала на вопросы. Закружила, засосала меня огородная жизнь. Нынче очень такой необычный год. Из-за нашей жаркой температуры, из-за аномальной жары, все приходится делать раньше. Еще эта теплица, которая с подогревом, она же вынудила меня на месяц раньше все начать. Все эти работы. И получилось, что и уже теплица, и тут уже открыто... Короче, все, я закружилась. Даже некогда отвечать на ваши вопросы. И вот сейчас я пройдусь по комментариям. Еще раз скажу, что, конечно, комментарии все я не могу не прочитать физически, невозможно. Не ответить на все вопросы. Даже если есть вопросы, которые такие, ну, вроде пустяшные, на них бы раз ответила все. Но из-за того, что большое количество... Я сейчас посмотрела, каким-то видео 100-200 комментариев, каким-то 50-60. А так как выходит несколько в день, то, конечно, поймите меня, на все ответить я не могу. И какие-то, до каких-то я даже не дохожу. Если отмечено вот такое сердечко, то я хотя бы прочитала и хотя бы видела. Иногда бывает, сердечком не отмечаю, потому что оставляю на потом, чтобы ответить, например, на следующий день. Потом заваливается новыми комментариями. Короче, не буду вас забалтывать. Нынче еще этот год, из-за этого, из-за карантинных вот этих мер, у нас все магазины закрыты. Ничего, что нужно, не купишь. И этот сезон, я вот говорила вам уже, что сеяла семена огурцов из старинных остатков. Но удивление, взошли почти все. Внук не ходит в садик из-за карантина. Тоже его Катя с собой приводит иногда. Он нам вообще тут сбивает все планы. Сегодня бегали за ним по огороду, за ним не уследишь. Он хочет то поливать, то копать, все. Короче, начну читать. Вот Анна Астахова как раз 3 минуты назад комментарий. Смотрю ваши огородные масштабы и себе расслабляться запрещаю. Все время думаю, как же Ольга Павловна справляется со своим немалым хозяйством. Справляюсь с трудом. В этом году сейчас хотела пересчитать рассаду несколько раз, чтобы посмотреть хоть, хватает мне или не хватает. Мне нужно всего 2,5 тысячи, чтобы высадить себе на участок. Начинаю считать и сбиваюсь, потому что они еще некоторые вот шапкой стоят в этих влотках. И, короче, справляюсь с трудом. Не знаю, как все это систематизировать еще больше, чтобы как-то все автоматически это происходило. Но пересчитать автоматически, конечно, невозможно. Вот Вера Тарабанова написала, будьте здоровы, вы даете толчок мне выращивать томаты. Но сейчас у нас, смотрите, если так дальше пойдет, вот с этим карантином сильно будут очень долго какие-то запретительные меры, нам самое главное, у кого садовый участок далеко, вырваться туда и добраться. Все, корни там пустить. И будем выращивать томаты, тут же их употреблять, заготавливать. И можно на самоизоляции в садовом участке сидеть очень долго, потому что в городе сидеть бесполезно. Но если у кого садовый участок далеко, лучше как-то туда марш-броском, чтобы остаться, изолироваться в огороде. Там сейчас уже и зелень можно свежую сеять, употреблять. У нас город пустой. Я ни разу за это время, конечно, не выходила. И знаете, что обидно? У нас в городе всего 6 случаев заболевания за весь этот период. Зато город уже 2 месяца. Позакрывались магазины, позакрывались предприятия, позакрывались садики, не работают школы. Тишина. И больных нет, и работать никому не разрешают. Это тоже большая проблема, что вроде как в чистом городе, почти совершенно чистом, в котором нет никакого-то прироста, ни скачков заболевания, но все равно никуда нельзя пойти, ничто нельзя. Даже купить, приобретать что-то сложно. Но я надеюсь, что все это временно. Если честно, меня это вообще не касается, потому что я сижу в огороде, мне сильно ходить некуда и некогда. И покупать покупки, кроме продуктов, я ничего не покупаю. Просто обидно за молодых, у которых предприятие позакрыли, они теперь сидят без зарплаты. Но я думаю, что это тоже мы переживем. Вот люди уже сообщают, что нет тепла, сегодня высадила в тоннель. У многих еще хуже, чем у нас. У нас мы сидим в изоляции, но у нас хотя бы тепло. А у некоторых к этой изоляции еще собачий холод добавляется. Перерастает рассада. Все воют. Уже не знают, куда на лоджии, на балкон, на подоконник. Все, конечно. У кого-то там уже, сегодня читала, монгольский карлик уже эти плоды завязал, в горшках сидит. Представляете, люди надеялись на раннюю высадку, получить пораньше урожай. Теперь эти зеленые помидоры будут колоситься на подоконниках. Вот у нас, кстати, в городе продлили до конца апреля, был карантин, продлили до 27 мая. Представьте, мы еще целый месяц будем сидеть дома. Но у меня месяц пролетит очень быстро в делах и заботах. Вот про томат. У меня сегодня прям спросили, я видео сняла коротенькое. Когда высаживаешь лежа, куда, на юг или на север, я сказала, что нужно делать на север в противовес, а он наоборот встанет. Вот Татьяна Лукьянова пишет, да, в прошлом году так делала, правда, все встали. Любовь Третьяк спрашивает, как различаете, крупные, мелкие, средние, разные? Я еще раз повторю, я пишу схему в тетрадь, записываю. И у меня там раньше еще был тоже комментарий, вопрос. Я видела, ну, пишет зрительница, видела у вас этикетки на стаканчиках подписаны сорта, но не вижу, вы высаживаете в землю и никак не помечаете, нигде ничего не подписываете. Как вы их потом различаете? Тот, кто уже несколько лет со мной смотрит мои видео, они знают, я уже рассказывала. Я просто вот эту схему посадки заношу в тетрадку, например, у меня вот первый ряд там, четыре таких, четыре таких, четыре таких, все. И эта тетрадь, она всегда со мной, все лето я хожу в новогородье, и рядом лежит тетрадь. Если мне нужно посмотреть, я открываю тетрадку и смотрю, так, вот тут такой сорт, тут такой сорт. Конечно, все свои сорта, все уже почти сорта я знаю в лицо, и по плодам, по размеру, по форме, по цвету, некоторые томаты по необычному листу определяешь. Но самое верное, это схема. Схема в тетрадке есть, у меня и теплицы все по схемам, и грядочки все по схемам. Самый верный, надежный способ, потому что я пробовала и вешать бирочки, и подписывать на колышках фломастером, или выгорает, или теряется, или обрывается. А тетрадь, она, ну зато берегу ее, как зенит сока. Я могу даже за прошлый год посмотреть, что у меня и как было посеяно, ой, высажено, в каком порядке. Так, ну тут плохая всхожесть. Помощник отличный, весело. Вот бабуля, да, вот промарка. Сегодня было очень весело. Он такой шустрый, я за ним не успеваю. Только оглянешься, его нет, он уже где-то там пытается что-то подкопнуть, или что-то пересадить. Вот пишут, холодно, еще в теплице даже стоят под пленкой. Я все пленки с теплицы убрала, потому что разрослись так томаты. Я побоялась, что если я сейчас пленки оттуда не уберу, они потом так вырастут, что потом, они же вдоль стен пленки лежали, что потом вытащить их будет невозможно. Вот я уже сделала теплице, что пленок там никаких укрытий нет. Даже на случай, если будет холодно, то уже пленками закрыть мои томаты просто невозможно. Так, ну вот, про это, про то, что там про меня всякие гадости везде пишут, я про это больше слова не скажу. И эти комментарии я сразу объясняю, что буду перелистывать, прям перешагивать. Но не буду обращать на это внимание. Сразу скажу спасибо всем, кто меня поддерживает. Мне это очень приятно, что все мои подписчики в один голос сказали, что мы не верим, что вы такие комментарии ходите по другим каналам, пишите, ну это реально, ну какой бред, мне здесь иногда умыться некогда, вот вы поверите, нет? Уже руки так огрубели, и хотелось бы и ванночки для рук сделать, и ноги конкретно отмыть. Потому что иногда уже я сейчас и босиком хожу, представьте, у нас 30-ти градусная жара, в обуви уже жарко ногам, и хочется босиком походить, вот сегодня походила, и вечером думаешь, ой, и что же ноги мыть, оттирать? Какие тут по каналам ходить, писать? Все, я про эту тему больше не буду даже разговаривать, пусть пишут там про меня хоть что. Мы занимаемся своими делами, нам сейчас самое важное, если высадим пораньше, то сохранить, если хочется вот такой ранний урожай, я сейчас начала раннюю высадку. Сегодня наконец-то забрали вот эту чудо-теплицу, которую как высокий балаган, в который во весь раз можно входить. Завтра буду вам ее показывать. У меня каждый день какие-нибудь новости, тут и новая теплица, все, я уже про это, про всех хейтеров забываю, начинаем жить полноценной огородной жизнью. У нас жара, мне надо и поливать, и уже посынковать взрослые, которые в теплице, мне не до этих бездельников, которые там что-то сидят и пишут. Так. Вот про Бету пишет Ева из Латвии. Бета отличный томат, у нас в Латвии многие бабушки только этот сорт выращивают, потому что с этим сортом без томатов не останешься. Бета-то, может, и хорошее, но я-то говорила про то, что я купила в магазине-то Бету, а вырастает вроде не Бета, потому что она очень огромного роста, она должна быть штамбовая. И вот мне одна зрительница, отзывчивая, прислала Бета семена, но сразу она предупредила, что это старый, что он не может не взойдут. Они так и сделали, они не взошли, но я очень долго ждала, 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 и через 10 или 12 дней одна Бета все-таки слабенькая взошла. И если она вот у меня выживет, доживет до открытого грунта, то я Бету разведу. Вот эта Бета натуральная, а ту, которую я посадила из магазина, это мне кажется не она. Вот тут спрашивают, а эта теплица отапливается? Вы знаете, вот этот вопрос про отопление, я уже слышу очень часто, но я еще раз повторю, не важно она отапливается, не отапливается. В этом году у нас такая жаркая погода, что я отопление почти не использовала. Я вот вначале уже говорила, что я в самом-самом начале включала на 2 дня подогрев грунта, и потом я его выключила, и он просто мне получилось, что за ненадобностью у нас нынче, почему-то именно вот в нашем районе, даже не во всем нашем регионе, или где-то там, а в нашем вот в таком небольшое какое-то пятно, где у нас аномально жаркая погода. Как началась она с конца марта? Я вот только высадила в конце марта, немножко первую неделю было прохладно, а потом как началась вот эта жара? Я говорю, в этом году удивительный год. Во-первых, у меня вот это подогрев грунта впервые в жизни, и я, конечно, боялась, и я высказывала свои опасения и предположения, что может быть у меня первый год что-то не получится, потому что это мне в новинку, это мой первый опыт, это мне незнакомо, и тут раз подарок природы. Я же высадила рано, и я все равно боялась, то ли сможет обогреть вот этот обогрев грунта инфракрасный, вот на случай, например, морозов, у нас же и минус 8, и минус 10 бывают морозы еще в апреле, и тут как бы мне в помощь раз, и погода такая жаркая прям, и грунт прогрелся, конечно, солнце помогло, когда там температура была очень-очень высокая, и солнечные дни, и вся эта рассада, которую я рано высадила, она поперла, как на дрожжах, я вот уже показывала, уже и завязи первые весят, представьте, это только еще конец апреля, уже томаты завязываются, и все идет вот по такому плану, знаете, как выразиться, как в мечтах, как я мечтала, так и получилось, когда я говорила, вот что, помните, еще в том году осенью сидела такая, мечтаю, вот сейчас сделаю подогрев грунта, высажу, как все вырастет, и прям в мае там буду есть помидоры, и я говорила, ну это только мечты, и вы представьте, все эти мечты сбылись, вот как это, как по сказанному, вот все, что я в том году осенью говорила, все так и получилось, это так здорово, так неожиданно, я же всегда привыкла бороться с каким-то трудом, с лишениями, вот этот урожай отбивать у природы, снег сгребать со своих высаженных томатов, там что-то, а нынче раз без борьбы, как это, блюдечко с голубой каемочкой, на тебе, маленько, спелые томаты, это уже будет скоро, я даже не верю в такое, у меня обычно, ну как, ну как каждому, обычно редко что дается, так вот просто раз, как это в сказке, махнула одним рукавом, лебеди поплыли, другим рукавом еще махнула, а в этом году у меня получилось так, я вот замахнула рукавом, и у меня в теплице с подогревом, без подогрева, без траты, вот этих безматериальных затрат на электричество, выросли томаты, так, этих пропусков, ну, я же говорила, не буду читать комментарии, про этих нехороших людей, про добрых старушек, вот, про, про формировку перца, перец тоже скоро буду высаживать, так, тут про помощника, Ера Печатного пишет, все мы натерпелись, сегодня начала высаживать в открытый грунт, под укурить, я думаю, что все будет хорошо, восточный Казахстан, днем в теплице за 40, не успеваю поливать, сделала две перевалки в теплице, уж неделю как высадила, у нас тоже, кстати, вот у нас завтра, очень высокая послезавтра, будет по 30 температура на улице, в теплицах очень в этот период томатом, даже жалко их, и вот многие пишут, вот у меня там в верхушке начинают закручиваться листики, у меня тоже все это бывает, вот от жары, утром зайдешь, все они хорошие, как после ночи отдохнувшие, как свеженькие, днем зайдешь, они бедные не знают, куда спрятаться, им же не убежать, в тень не отползти, вот они и листики вот так вот зажимают, чтобы уменьшить площадь вот этого испарения влаги, и макушечки, верхушечки они крутят, потому что там самые молодые, самые нежные листики, они только появятся, их бах сразу вот этой жарой, как духовка, как из фена, конечно, они вот так вот скручиваются, скручиваются, жалко их, ну куда деваться, у меня и сетка уже притеняющая висит на теплице, но если везде и на улице плюс 30, и везде плюс 30, ниоткуда прохлады не взять, то уже ничего, ну как ничего, ничем уже помочь им невозможно, но единственное, вот сегодня Катю попросила, она грунт немножко, вот как смочила, полила, чтобы хоть немножко вот этой холодной водой снизить вот эту температуру, конечно, хорошо, когда тепло, все растет, все благоухает, у нас цветы прям вылазят из земли на глазах, но жарко в теплицах, это беда, ну вот тут опять, вот Наталья Бабичева пишет, мне так, я так устала читать вот эти вот сообщения, вот про уральскую легенду, у меня же как, я высказываю свое впечатление, спрашивают, сколько стоит, вот как, как устроено, я все это рассказываю, там как, как на духу пишут, через сколько лет она окупится, а если даже, ну это я, я вот отвечаю, ну а если даже не окупится, я разве не могу один раз в жизни, на склоне лет, приобрести такую теплицу, о которой мечтала всю жизнь, ну разве я этого не заслушаю, да пусть она не окупится, ну и что, так, если выращивать на 10 тысяч каждый год, то не считая труда, еще 8 или 10 лет, я ничего не собираюсь считать, через сколько она окупится, это уже моя, и раз она мне принесла такое счастье, такую радость, она уже окупилась, моими вот этими эмоциями положительными, я говорю, ее когда привезли, я несмотря на свой возраст, я целый день по огороду бегала, аж в припрыжку припевая, как этот, как немножко ненормальная, я так обрадовалась, я же долго ее ждала, вот нету, 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 ну какое здесь окупание, и еще очень хорошая реклама, ну конечно Наталья Бабичева же знает, что такое реклама, а что нет, Наташа, хотите я вам объясню, была бы реклама, если бы мне эту теплицу подарили, вот эту дорогущую, а я бы тогда ходила, ей оды пела, а так как я теплицу эту купила сама, то любое, любой видеоролик о ней, любое мнение о ней, не может быть рекламой априори, как я могу рекламировать товар, который я сама себе выбрала, сама себе купила, а теперь еще я его рекламирую, да, нет, вы ошибаетесь, сейчас люди помешались на рекламе, вот слово нельзя сказать, кто со мной много лет меня смотрит, они прекрасно знают, что я никакие препараты не рекламирую, никакие там, у меня нет своего интернет-магазина, чтобы продвигать эти препараты, или что я никакие ни сооружения, ни теплицы, ничего не рекламирую, вы видите прекрасно, какие у меня стояли теплицы, я всегда говорила, что я беру все самое дешевое, но после того, как вот, если бы это не обрушилась у меня теплица, которая вот, арочная с поликарбоната, она бы у меня так и стояла, еще 3 или 4 года, и не было бы у меня этой теплицы новой, просто когда уже обрушилась вот эта теплица, я поняла, что если уж мне так и так ее менять, то теперь уже я менять буду на хорошую, на прекрасную, в которой я, возможно, проживу последние годы своей жизни, потому что, если честно, я в огороде и в теплицах нахожусь большую часть времени, я дома столько не нахожусь, именно в доме, вот в сооружении, в доме, больше нахожусь в теплицах, но почему она должна быть плохая, если я там живу, то пусть уж она будет хорошая, так, это все про этих, не будем читать, так, вот кто, кто действительно понимает все эти мои эмоции, всю мою радость насчет покупки этой теплицы, тут, ну, пишут, поздравляют с покупкой, сами тоже мечтают об этом, я же говорила, мы хотели крышу перекрывать, лежала на это, на черепицу, потом я решила, ну, я куплю на эти деньги себе теплицу, крыша у нас и так еще простоит, накопим, сейчас муж пойдет в отпуск, летом отпускные, все соберем, и перекроем крышу, ничего страшного, так, это опять про троллей, внучок котятки, кто-то может быть удивится, что у меня идет-идет огородный ролик, и раз в конце показываю котяток, и внука, скажут, ну, совсем бабушка с ума сошла, поймите, я это делаю по просьбам зрителей, потому что у некоторых даже нет котяток, а может быть, тут у кого-то есть, но они хотят посмотреть, но просто молят, просят, покажите, пожалуйста, котяток, поэтому я в конце вставляю котяток, вы уж не обессудьте, потому что кому-то огород важно посмотреть, а кто-то хочет еще посмотреть котяток, пока они маленькие, хорошенькие, вот тут про закаливание, про ночные температуры, опять спрашиваю, про ночные температуры, я только что вечером, вот сейчас в девятом часу вечера вышла, сняла про ночные температуры, сейчас будет этот видеоролик, ну, конечно, вот этот, ответы на вопросы, он выйдет позже, к этому времени уже будет и про ночные температуры, вот про эти цветочки, Лариса Маскалец пишет, что это пролеска, их много, земля будто голубая, размножается клубеньками, вот за такими цветами в сказке 12 месяцев посылает мачеха бедную пачерицу, ну, не знаю, какой у вас, у нас фильм, они белые приносят там, и вот Лариса пишет, что это подснежники, а у нас подснежники белые, я знаю, что я в детстве мы ходили за подснежниками, они беленькие такие, и тоже вот такие меленькие, но белые, и не клубеньками, вот видите, в разных регионах по-разному называются цветы, но, кстати, вот пролеска, второе название, которое вы сказали, вы сказали подснежники или пролиски, вот у нас тоже люди сказали, что называется пролеска сибирская, так, вот Татьяна Ягунова, я специально оставила неотмеченную, спрашиваю, посоветуйте, нечем мерить температуру земли, рассада для открытого грунта, 5-6 листов риснуть, Тань, знаете, как у меня же тоже градусник первый раз в жизни появился, и то вот Зинаида Медведева с Москвы мне прислала, помогла купить, а я раньше как делала, я просто по температуре, ну как, просто по погоде смотрела, если ночью где-то 8-10 градусов, а днем 15-17, или если несколько дней стоит такая температура, значит земля прогревается, как в прошлом году один мужчина писал, что раньше перед тем, как пахать, ну, эту сеять пшеницу, мужик выходил, снимал штаны и задницы, на землю садился, если сильно замерзало, то бежал, ну, еще спать, сеять рано, а если терпимо сидеть, значит можно сеять, и я также рукой все годы, вот скопаю, руку туда, прям, воткну в эту, в мягкую землю, если руке, ну как, не сильно холодно, ну, вы же чувствуете температуру, если, иногда бывает, вот неприятно, даже там неохота руку держать, ее выдергиваешь оттуда, значит еще холодно, если не очень холодно, конечно она будет прохладнее, она же холоднее, чем рука, но если все-таки вы почувствуете, что руке там не очень некомфортно, то можно высаживать томаты, я не знаю, как объяснить, я вот на фоне, ну, как, на уровне вот этих вот своих ощущений, я засовываю руку, если чувствую, что нормально, значит высаживаю, а вообще по температуре, конечно, лучше, чтобы температура, та, которая, ну, вам же синоптики передают, та, которая передает вам синоптики, была 8 или 10 градусов, не ниже, когда 4, 5, 6, это еще холодно, а вот при 8, при 10 градусах ночных, однозначно можно высаживать, потому что, когда вы закроете, вы же все равно будете закрывать, когда вы закроете пленкой, эта земля, вот в этом тоннеле, она еще прогреется, именно в этом месте земля будет теплее, чем там, где не укрыто, так, так, у вас теплее, чем у нас за Уралом, все-таки Алтайский край, но это знаете, это Людмила Черемных пишет, Люд, это не значит, что Алтайский край, просто вот нынче, вот какой-то, я говорю, подарок Бога, у нас никогда в апреле не было, чтобы весь апрель, и весь теплый, и без всяких, обычно же, то снег полетит, то какой-то град, то крупко снежная, то заморозок, а нынче, вот как, ну как по заказу, как я просила, как я хотела, так и сделать, вообще Алтайский край, это еще не значит, что тепло у нас, и хорошо, в прошлом году, в это время, или даже в мае, со снегом боролись, Надюшка настоящий ревизор, правда, вот смотрите, она в том году уже ее принесла, кошка подкинула мне, я выходила с ней, когда она была маленькая, не могла ее дома оставить, я начинаю уходить, она одна, видать, боится, начинает пищать, я ее клала в карман себе, и выходила в огород, выкладывала на землю, я копаюсь, она рядом, я пойду дальше, возьму ее на руки, перенесу на другое место, где я работаю, и ее рядом с собой посажу, и вероятно, правильно говорят, что с детства надо приучать, вот к таким, к работам, к огороду, все, мы же, вот сейчас у нас Марк бегает, мы же не разрешаем ему ничего делать, он, бабуля, давай полью, бабуля, давай помогу, а он же делает, ну как, не так, как нужно, может что-то испортить, и мы стараемся оградить своих детей, ой, не надо, Марк, ой, а так, и вон посиди, вон лучше поиграй, пока вот у ребенка есть этот интерес к земле, мы ему, можно как сказать, порученком, вот так бьем, не пускаем его, ой, Марич, в теплицу не надо, ты там сломаешь помидорку, ой, туда не надо, ты там уронишь, короче, туда не надо, сюда не надо, и через несколько лет, он может быть даже уже и не будет просить, когда он уже сможет мне помогать, он может уже не захочет, конечно, просить не будет, бабуля, давай я тебе помогу, и вот на примере кошки, хотя, конечно, это очень странное сравнение, я поняла, что, наверное, надо вот, она была уже совсем не смущненыш, я ее как начала в огород вводить, все, она теперь без огорода жить не может, Только я начинаю тапочки свои, эти бахилы одевать, она вперед меня уже у дверей. Все, все теплицы проверит, все грядки пронюхает. Мне кажется, ей это так нравится, она прям во всех процессах принимает участие. Я говорю, вот что значит, я ее с детства приучила. А детей мы своих почему-то, не знаю, как другие, но вот когда они еще маленькие, несмышленые, когда они могут что-то сломать, повредить, мы стараемся их отогнать, не пускать в огород. Некоторые вообще не запускают в огород, чтобы по грядкам не ходили. Ну вот и действительно так, он, Марк был когда в позапрошлом году совсем маленький, он заходит, он же не понимает, что нужно вот именно по дорожке. Он вот так перпендикулярно по всем грядкам, по всем лункам, между этих, протискивается между колышков. Он пока лез через эти дебри, а я стояла, пищала, Марк, не надо, Марк, ты же ломаешь, помидоры хрустят, а он как медведь идет через болинник. И мы, конечно, не запускаем, и мы, можно сказать, отучаем от огорода своих детей. И я сейчас знаю, что надо приучать с детства, надо с малолетства, но все равно мне так жалко растения, и мы все равно стараемся его как-то оттуда оградить, огород от Марка. Хотя это неправильно. Может быть, пусть бы он сломал два десятка томатов, но он зато был бы в гуще событий, и он, может быть, у него любовь к земле, к огороду появилась. Вот у меня ни у одного из сыновей нет любви к огороду, а у мужа еще и даже, еще и наоборот, не любовь к огороду. Все. Так, этот ролик с титрами это разобрались. Все. Вот, пишет Света. Глядя на вас, тоже рискнула высадить томаты в открытый грунт. По два растения каждого сорта укрыла укрывным на ночь под пленку сверху. Посмотрим, что будет. Люблю эксперименты. Экспериментировать, конечно, нужно. И вообще, вот смотрите, я сейчас, так еще про Надю прочитаю, Надюшка, но всегда с вами ряда, вот только что говорила про это, а котяточки хорошенькие какие. В конце маленько котяточек вам покажу, а сейчас вот скажу, что про это, что люблю экспериментировать. Вот смотрите, у меня сибирский регион, я всегда про это говорила. И если бы мы ждали, ну как есть выражение, мы не будем ждать милости у природы. Если бы мы ждали вот эти милости у природы, мне всегда пишут, зачем так рано высаживаете их, до 10 же июня заморозки. Ну вы поймите, если я буду ждать до 10 июня, когда природа вот отбеснуется, когда пройдут все эти возвратные заморозки, все эти неприятности, и я высажу 10 июня, мне еще ждать июнь, июль, август. Ну и все лето, короче, мы будем только заглядывать на те томаты, которые на рынке бабушки продают, которые, наверное, умнее нас и ловчее нас. Я всегда раньше думала, когда была молодая, тоже высадим стандартные сроки. Ну, чтобы не укрывать, лень же было, на работе были, ну не то, что лень, как занятые огородники, можно сказать, были. Я всегда, когда мы шли на базар покупать эти помидоры, хотя сами имели огород, я всегда думала, как они умудряются так. Мы вот только высадили вот недавно, у нас только зацвели, еще даже зеленых помидоров нет, а они уже спелые вырастили. Что у них, где у них, какие? Вот теперь-то я поняла, что все это только тяжелым трудом, только вот этими всякими экспериментами, только этими прикрывашками, хлопотами выносить, заносить. Очень много дополнительных, надо делать телодвижений, чтобы ускорить. И вот эти эксперименты, люди, кто любит эксперименты, они, конечно, и получают ранние томаты, кушают в то время, когда некоторые только высаживают рассаду, а сейчас, тем более, у нас только приспособления всякие теплицы, и нетканки, и дуги нам, и все, и все. Расти не хочу, получай ранние урожаи. И опять про свой сибирский регион. Если мы будем ждать, когда эта природа даст нам возможность, когда нам разрешит высадить, в какие сроки, то мы ничего не получим доброго. Поэтому экспериментировать нужно, не бойтесь. Как я говорила в прошлом году, когда про тоннели рассказывала, но первый год не получится. И вот даже отрицательный опыт, это же тоже опыт. Вы зато на следующий год проведете работу над ошибками, вы обязательно поймете, что вы сделали неправильно. Может быть, еще лишний нужно было слой укрывного сделать. Может быть, нужно было высаживать, еще раньше сеять и высаживать более взрослые, уже закаленные томаты. Все это человек понимает только тогда, когда он один раз, два раза или три проделает вот эти все свои процедуры. И всего можно научиться. И для этого и создан был канал, чтобы начинающие огородники, когда я показываю, я делаю вот так, вот это возможно, несмотря на наш холодный регион. И вот так возможно. Можно вот так еще ускорить. Я хочу, чтобы наши начинающие огородники, не как я и не как мы раньше, в течение 10-20 лет шишки себе набивали и только под старость лет становились такими опытными огородниками и мудрыми. Я хочу сейчас вот посредством интернета, чтобы люди за год, за два уже поняли, что к чему, поэкспериментировали, попробовали вот так, вот так, и научились, можно сказать, сдали экстерном все эти экзамены, в короткие сроки научились получать богатейшие, ну, пусть не богатейшие, достаточные урожаи. Все у нас будет хорошо. Желаю тем, у кого карантины и не выпускают из города, как-то все-таки пробиться на свои садовые участки, начать уже заниматься растениями, отрешиться от мира сего и заниматься своими растюшками, медитировать, мечтать о лучшем, забыть о всех неприятностях, сильно не расстраивайтесь, все проходило и это пройдет. Вот, конечно, я в этом году в шоке, я вот сколько лет живу, мне началось 60 лет, первый раз вижу вообще в своей жизни, чтобы страна была полностью закрыта на карантине. Ну, у нас были карантины во время гриппа, в разные периоды, но это я вообще в первый раз в жизни, куда мы катимся, и вообще, конечно, если вот так задуматься обо всем глобально, то становится немного страшновато, и только отвлекают от таких страшных мыслей наши растения, которые всегда добродушны, всегда отзываются на наше участие, на нашу заботу, отвечают нам. Это те, возможно, как их назвать, не знаю, те существа, или то, что спасет нас от всех этих неприятностей. Ладно, все, до свидания. Сейчас посмотрите котяток в конце, и настроение ваше сразу поднимется. Маленькие неженки, да? Да. А теперь мурмеладки. Какие? Мурмеладки одни. Мурмеладки? Да. А что они мальчики? Котятки-мурмеладки? Да. Ну, придумал ты. Котенек. Котенек нас не хочет. Нет, не знаю, если что-нибудь там стою, вот такое. Какие крошки? Косточки. Хоть глазки начали открывать. Такие мяу-мяу-мяу-мяу. Сюда такие. Лапули. Скоро будут бегать и прыгать. Это Капуля. Кто? Капуля. Капуля? Да. Это имя ты даешь такое? Ну, это будет Черно... Товарищи будет Матросик. Матросик. А это Чернобик. Чернобик. А это будет Капуля. Капулька. Странные имена. Чернобик, Капулька и Матросик. Ясно. А у тебя один. Да, останется один. Все. А там еще. А там много еще. Да? Да. Но мне Надюшка еще много нарожает. Субтитры сделал DimaTorzok.